Сегодня разговор я хочу посвятить газону. Какие мероприятия мы должны сделать, чтобы наш газон был изумрудным, зелёным и радовал нас ещё впереди в достаточно летних месяцах, в которые мы будем и проводить различные мероприятия. Первое, что мы должны сделать, после того, как сошёл снег, какие мероприятия нужно сделать, ссылку на этот ролик я в комментариях дам. Кому интересно, посмотрите. Сейчас уже наступает второй этап, который мы должны тоже провести. Конечно, первое, это уже наступает момент, когда мы начинаем уже скашивать газон. Наш газон за это время отрастает где-то на 8-10 см. Вот дальше уже нежелательно допускать рост этого газона. Нужно приступать к укосу. Газон скашиваем на величину, длина газона должна составлять 5-6 см. Никак не больше. Именно 5-6 см. После того, как вы скосили, газон нужно подкормить и обязательно полить. Но помните о том, что вот эту процедуру скашивания, полива и подкормки можно и нужно бы совмещать в один день. Если у вас такой нет возможности, можно в разрывах в несколько дней. Но после скашивания желательно полить газон. Если у вас есть такая возможность, то вы скосили газон, рассыпали удобрение или пролили удобрение и проливаем. Хорошо проливаем. Но помните, все эти мероприятия мы должны сделать или же утром, но ни в коем случае не в жаркий полдень. Или же если погода очень жаркая, то вот лучше, конечно, воздержать. Тогда лучше к вечеру эту процедуру сместить. После двух-трех укосов начинаем проводить аэрацию газона. Это тоже важное мероприятие, о котором я рассказывала вам весной. Что такое аэрация? Есть специальные машинки, которые могут помочь вам механизировать эту процедуру. Но если такой возможности нет, можно взять просто обычные вилы и пройти, протыкать весь газон. Для того, чтобы, скажем так, простым упустить воздух к корням. Для того, чтобы корни обогащались кислородом, соответственно, растение лучше развивалось. Ремонт газонов. Если вы после того, как СКИК сошел, сделали все процедуры по ремонту газона, и у вас не совсем успешно произошло все это мероприятие, сейчас мы еще все можем повторить и проделать все эти процедуры. Еще раз напоминаю, как проводить ремонт газона. Место, где у вас появилась проплешина или некрасивый участок, нужно обязательно хорошо зачистить граблями. То есть убрать сухую траву. Место взрыхлить. И далее, я приготовила вам даже семена, хочу сейчас показать. Для того, чтобы ускорить прорастание семян, нужно провести скарификацию. Что такое скарификация? Возьмите семена в руку, которые вы будете планировать высевать. Добавьте немножко песка, обычного песка. И вот так в руках их протрите. Песок поможет вам, скажем по-простому, покорябать верхний защитный слой у каждого семени. То есть будет способствовать тому, что семена начнут качественно и быстро прорастать. И дружно. Самое главное, то, что мы требуем от газона. А то иногда бывает такая ситуация, что мы посеяли газон, но почему-то он зашел клокастами. То есть какая-то часть более обильно взошла, другая часть более скудная. То есть и наступает время, когда нужно косить, та еще часть не подросла. И в общем-то ерунда, на полном масле получается. Вот чтобы этого не произошло, делаем такую скарификацию, протираем между ладошками и высеваем семена. После того, как вы высеяли, обязательно нужно уплотнить верхний слой. То есть мы присыпаем торфом с песком в равных количествах, для того, чтобы грунт был благо- и воздухопроницаемым. И после этого мы его должны уплотнить. Как уплотнить? Ну, конечно, если небольшой участок, нет никакого смысла тащить котов, укатывать. Достаточно просто небольшую дощечку и нажать ее, для того, чтобы прижать плотно семена к земле, к поверхности земли. Ну и, конечно же, обильно полить. И именно вот в летний посев я бы советовала вам вместе с торфом, вот песок с торфом смешать и добавить туда гранулированное удобрение для более дружного, быстрого всхода. То есть семена только проклюнутся, вы им уже обеспечите питание. Вот это будет прям вообще великолепно. И все эти проплешины начнут очень быстро ликвидироваться, зарастать. Ну и, конечно же, борьба с сорняками. Это тоже мероприятие, которое отнимает массу сил, времени. Но, тем не менее, мы должны обязательно ее сделать. Особенно коварные одуванчики. Не допускайте до цветения одуванчиков в тот момент, когда одуванчики начинают активно разбрасывать семена, иначе у вас просто будет на следующий год полчищ одуванчиков на вашем красивом зубруном газоне. Поэтому внимательно осматривайте. При первых признаках поселения незаконных жителей удаляйте безжалостной рукой с участка. Иначе беда. Обязательно осматривайте часто, осматривайте свой газон. Если в прошлом году у вас была проблема с грибковыми заболеваниями, для профилактики я бы советовала вам сделать профилактические мероприятия по обработке фунгицидами. То есть, если у вас была проблема, обязательно. Пусть будет перестраховывка, чем уже борьба с болезнью. Это тоже важный момент. Не забывайте про это. Я постаралась осветить все основные моменты, которые нужно выполнить в мае месяце. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, и всех вам благ. Всем пока.